Приветствую вас. Давайте разберёмся с вами, что произошло. 5 дней назад я познакомился с девочкой в ВК, она мне сама описала по посту из группы. Ну, здесь первоначально надо сказать, что вы хорошо знакомитесь. Ну, то есть из всех возможных вариантов взаимодействия, да, в интернете, вы выбрали, в принципе, самый правильный, самый верный, самый такой, наверное, лучший, вот. То есть написали где-то в группе в компакте, да, вот, и, соответственно, основываясь на этом, начали выстраивать отношения с, ну, с девочкой, да, то есть она вам написала. Это очень здорово. Девочка вас написала, девочка вам написала, и сразу позвала вас гулять. То есть вы друг друга даже не узнали, вы друг с другом даже не пообщались, если я правильно понял. Вот, вы написали, что мы даже недолго не общались в ВК. Вот момент здесь в том, что, возможно, в ВК вам и стоило бы немножко пообщаться, чтобы узнать друг друга, чтобы, чтобы возник некий такой психологический контакт между вами. Вот, но этого не сделано. И вот здесь у меня, конечно, есть к вам некоторые вопросы. Ну, например, вопрос, в частности, касающийся именно того, почему вы не пообщались с девочкой, ну, вот, какое-то время хотя бы, почему вы не поговорили с ней хотя бы немножко в ВК, то есть, ну, позвала гулять, можно было бы сказать, да, конечно. Пойдём, только, там, например, сегодня у меня планы, да, допустим, а завтра, завтра, например, да, пойдём. То есть, у вас там, как получилось? Она вас позвала, вы пошли. То есть, у девочки сложилось такое впечатление, что вы столько и ждёте её, собственно говоря. Ну, могло сложиться такое впечатление. Значит, после прогулки пишет, блин, ты офигенный парень, в чём проблема общения с девочками? Ну, вот здесь опять непонятно, да? То есть, она вам задаёт такой вопрос, на мой взгляд, интересный. Значит, ну, ты офигенный парень, это отлично. В чём проблема общения с девушками? То есть, откуда она знает, что у вас проблема в общении с девушками? Откуда она об этом знает? Вы что, в группе написали о том, что у вас есть проблемы в общении с девушками? И вот эта девушка, которая позвала вас гулять, она, эта девушка, получается, увидела ваше сообщение. Увидела сообщение, в котором вы, видимо, написали, что у вас есть проблемы во взаимодействии с девушками. Вы об этом написали, и вы думаете, что девушка, увидев это, и почти с вами не общает, а сразу позвав вас гулять? Вы думаете, что после такого девушка будет относиться к вам положительно? Вы считаете, что она адекватно вас, ну, воспринимает? Если так, то вы, на мой взгляд, здесь, ну, чересчур наивный, потому что вот в таком контексте, при таком раскладе девушка уже имеет о вас достаточно субъективное представление, потому что вы уже как бы выставили себя слабым. И она, естественно, могла хотеть проверить, что это за парень такой, у которого есть проблема в общении с девушками. Ну, просто ради интереса. Вот она позвала вас, вы погуляли. Кстати, вы не написали, в чем проблема у вас в общении с девушками. Она прочитала и молчит. то есть, опять же, здесь вы ожидаете, что ей будет как бы, как бы интересно, ее будут волновать ваши проблемы. Но, изначально, сам контекст вашего взаимодействия был связан с тем, что она вас, судя по всему, проверяла. А, значит, написал, что это молчит, написал, что это опять молчит, пишет спустя два дня, пойдем гулять. Я ей ответил, мол, сегодня не могу, завтра там и там. Не читает, хотя сидит в сети. Это означает, что вы ей не интересны, это означает, что вы для нее, видимо, просто так, мимолетное такое увлечение, как не представляете вы для нее существенного интереса, на самом деле. ну, вот, судя по ее поведению, да, судя по ее реакции, то есть, может быть, ситуация такова, что у нее не было каких-то дел, да, и на самом деле, ну, возможно, у нее не было дел, и она просто решила вам написать. А, от нечего делать, скорее всего. Так, значит, дальше. Я не заметил, стоял, встал в 15 минут, звонил, спрашиваю, ну ты где? Говорю, стою, иду, тебя уже надо решать. Говорит, я тебе смс отправилась, мол, давай перенесем на завтра встречу, но не смогу. Короче, я ей снова написал смс, и когда встреча на завтра, вот вытяжена, как нужно все это понимать? А, понимать вам это нужно так, что данное знакомство не является чем-то серьезным для девочки. А, это нужно понимать так, что девочка отдает себе отсчет в том, как вы ее воспринимаете. Например. Она понимает, что вы, вот, скорее всего, а, воспринимаете ее как средство, как способ получить то, что вам нужно. Особенно, если у вас проблемы с девочками, ну, как вы говорите, проблемы вообще с девочками, как вы говорите. и вот здесь, конечно, ну, такой достаточно серьезный, серьезный момент. То есть, вы восприняли серьезно то, что она вам написала, то, что она захотела с вами встретиться, и так далее. Вот. А для нее это не было серьезно. Вот. И вы восприняли ее всерьез именно потому, что вы так чувствуете. вы чувствуете так. Вы чувствуете, что вам это нужно. Понимаете? Вот. Я понимаю вас, понимаю, почему вы так серьезно восприняли. Ну, девочку. Вот. это и вы поймите, поймите, что при такого рода знакомствах редко когда может получиться что-то действительно серьезно. Вот. Поэтому, если вы хотите отношений, ну, по-настоящему, да, настоящих отношений, то нужно, чтобы с человеком вас связывала не только прогулка, но нужно, чтобы с человеком вас связывало что-то большее. Например, какие-то интересы, например, какие-то взгляды, какие-то точки зрения. Понимаете? Вот это является главным на самом деле. А не тем, а не то, что у вас получилось погулять вместе. Например. Далее. Значит, как это, так, чего она хочет от меня? А вот она не хочет ничего, ничего. Ага. Почему так странно себя ведет? Это не странное поведение, это поведение нормального человека, который не заинтересован в том, чтобы продолжать с вами какое-либо взаимодействие. Это вот абсолютно нормальная реакция человека на того, кто ей, например, да, кто ей неинтересно. Вот. Вы, девочки, к сожалению, неинтересны. Неинтересно. Значит, вы задаете вопрос. Что происходит? Ну, вообще. Что вообще происходит? Значит, происходит то, что ваши отношения с девочкой, ваши отношения с человеком не складываются так, как вы того хотите. То есть, происходит то, что девочка преследует свои цели. Вот. Девочка преследует свои цели, отличные от вас, от ваших целей. Вот. По факту. И вы девочку воспринимаете как что-то серьезное, а она, она, соответственно, воспринимает вас как что-то приходящее. Как действовать дальше? Ну, во-первых, действовать дальше нужно так же, как действует она. Вот. Не стоит воспринимать себя серьезно. Не стоит как-то ожидать чего-то от нее такого прямо в вашу сторону. Вот. И, соответственно, вы можете приглашать ее погулять, вы можете назначать ей встречу, но всерьез рассчитывать на то, что она ответит вам на ваше приглашение. Серьезно рассчитывать на это не стоит. Потому что девушка пока относится к вам легкомысленно. Вместо этого, вместо того, чтобы переживать по поводу нее, я бы предложил вам подумать на тему того, какие у вас есть проблемы вообще не с девочками? Вот именно у вас какие есть проблемы? Почему у вас эти проблемы вообще возникли? Откуда они появились, эти проблемы? Почему у вас проблемы только при взаимодействии с девочками в общении? То есть, так вот, как я понял, проблем у вас нет. Я полагаю, что данную ситуацию, данный аспект, о котором вы обмолвились совсем чуть-чуть, следует разобрать с психологом, дабы вы были более свободны в своем поведении. Да, и дабы вы могли не обращать внимание, если девочка вот так вот себя будет вести, ну, другая девочка, не эта. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего-всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok